Дмитрий Артюхов вот уже сто дней руководит Ямалом. До ближайшего воскресенья он будет возглавлять регион в должности временно исполняющего обязанности губернатора. А после, в случае избрания его законодательным собранием Ямала, вступит в нее уже без приставки в Рио. За минувшие сто дней Дмитрию Артюхову удалось решить несколько ключевых для региона вопросов. Подробности в следующем сюжете. Уже сейчас эти сто дней можно назвать успешными для Ямала. Эксперты выделяют сразу несколько событий. Настоящим прорывом для развития региона можно назвать утверждение главой правительства России Дмитрием Медведевым концессионного соглашения о реализации проекта «Северный широтный ход». Все наши инициативы, ключевые инициативы воспринимаются потому, как они нужны не только Ямалу, они нужны всей стране. Смысловым мостиком для другого важного вопроса комфортной среды стала тема промышленного освоения Севера. Современные стандарты комфортности выросли. Запахом тайги не заманишь. В палатке современные молодые специалисты жить не станут. Все равно тот эффект, что Север осваивался очень интенсивно, где-то в ущерб необходимой социальной инфраструктуры, необходимому количеству жилья комфортного для северян. До сих пор мы еще пожинаем эти плоды. И хотя у нас позади годы активной стройки, активного ввода, благоустройства, задач еще очень много впереди. Для решения этих задач уже принята масштабная программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эти цели регион готов потратить свыше 25 миллиардов рублей. Таких масштабных проектов по модернизации жилого фонда в арктических широтах еще не было. Цель предельно ясна – привлечение молодых специалистов. Главное, чтобы молодежь, молодые поколения, которые теперь особенно смотрят за средой своей жизни, приезжали сюда с удовольствием. Дмитрий Артюхов не обошел еще одну проблему – трудоустройство ямальцев, особенно в городах с падающей добычей. Месторождения вокруг городов истощаются, компании уходят выше в арктические широты, где строить новые города нецелесообразно. Предложение Дмитрия Артюхова простое и понятное – развивать внутрирегиональную вахту. Здесь нужно находить здравый компромисс, чтобы будущие поколения работников, молодежь всегда находили работу на Ямале, живя, например, в Ноябрьске или в Муравленко. Другая важная для ямальцев тема – развитие инфраструктуры. Колоссальные вложения в проект «Северный широтный ход» на какое-то время оттянули основные ресурсы региона от решения других задач. И здесь Дмитрий Артюхов лукавить не стал. Его не удовлетворяет качество ямальского участка трассы Сургут-Салехард. Когда прилетаешь, бывает, в Сургут, чтобы быстрее добраться до Ноябрьска, и едешь по дороге к себе на Ямал, то сразу чувствуешь, что ты приехал, что ты пересек границу, что разница все-таки заметна. И нам об этом люди говорят, надо называть честно эти вещи своими именами. Здесь надежда на совместные решения сразу трех субъектов – Ямала, Тюменской области и Югры, объединенных программой сотрудничества. Ее пролонгация на семь ближайших лет также попала на стадневку Дмитрия Артюхова. Еще одна особенность, на которую обратили внимание эксперты – Дмитрий Артюхов очень часто апеллирует к такому понятию, как запрос от людей. Для него, руководителя нового поколения, важна открытость власти. Поэтому он и пошел в социальные сети, ведет свой Инстаграм и говорит о максимальной открытости власти, как об условии ее эффективной работы. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.